СЭС «Харгос», Восточные ворота и Международный центр приграничного сотрудничества «Харгос» накануне посетила группа иностранных дипломатов, аккредитованных в Казахстане вместе с главой МИД нашей страны Каиратом Абдрахмановым. В регион также прибыли представители институтов развития и международных финансовых групп. Подробности о этой поездке в материале моих коллег. Визит начался с посещения железнодорожного вокзала Алтын-Коль. Отсюда начинается путь к специальной экономической зоне «Харгос» Восточные ворота. Новый автомобильный переход «Нуржоле», открытый буквально неделю назад, имеет пропускную способность более 2500 автомобилей в сутки. За счет этого только будет создано вот именно здесь 10 тысяч рабочих мест. Вот 10 тысяч рабочих мест, представьте себе, коэффициентом семейственности, 50 тысяч человек уже будут обеспечены твердой заработной платой и постоянными рабочими местами. Специальная экономическая зона «Харгос» Восточные ворота – это центральный хаб, который объединяет с собой Центральную Азию, Китай, а также соединяет Средний Восток и обеспечивает выход товара на рынки Европы. Общая площадь – более 4500 гектаров. Здесь же находятся несколько производственных строящихся кластеров и логистическая зона, которая будет обеспечивать выход на внешние рынки. В этом году в СЭС «Харгос» Восточные ворота планируют освоить ряд проектов на сумму 22 миллиарда тенге. Из этого списка пять производственных объектов уже завершены. Мы инвестируем на СЭС «Харгос» Восточные ворота в проект комбикормового завода и элеватора. На первой стадии строительства элеватор мощностью 15 тысяч тонн и комбикормовый завод производительностью 60 тысяч тонн в год. Это экспортоориентированное производство и надеемся, в ближайшем будущем мы уже запустимся и сможем работать на полную. В настоящее время портфель привлеченных средств позволяет до 2023 года запустить 14 проектов на общую сумму 455 миллиардов тенге. Большое мероприятие, которое проходит в «Харгосе», можно считать практической реализацией тех поручений, которые получило наше правительство. Иностранный дипломатический корпус получил из первых уст детальную информацию относительно перспектив дальнейшего развития этого региона в плане условий, которые здесь создаются, благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций. «Была проведена отличная презентация проектов, и мы много слышали о шелковом пути. Теперь мы увидели сами, как это реализуется. И по возвращении поделимся впечатлениями с нашими компаниями». Также в ходе визита глава национальной компании Казахстан Тимиржулы рассказал дипломатам о возможностях, которые имеются в СЭС. В частности, о контрактах с крупнейшими компаниями в области транспортно-логистической отрасли. «Мы имеем твердые контракты на привлечение частных инвестиций. Это в размере порядка 1,7 миллиардов долларов США. В прошлом году было подписано соглашение о вхождении и прямых инвестиций таких компаний, как Коско Шиппинг. На сегодняшний день также мы заканчиваем переговоры с компанией Дипи Волт. Это, вы знаете, тоже один из больших международных портовых операторов». Завершилась поездка посещением дипломатов Международного центра приграничного сотрудничества «Харгос». Участникам делегации показали новые павильоны, где активно ведется торговля товарами из Казахстана, Китая, Кореи, Японии. Как отметили эксперты, за годы независимости объем торговли Казахстана с Китаем вырос с 200 миллионов до 11 миллиардов долларов. Владимир Бовкис, Эдуард Кон, Алматинская область, Хабар, 24.